2 июля глава регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом Андрей Воронов отправился в аэропорт и на вокзал Нового Уренгоя, чтобы проверить, как соблюдаются нормы в местах, где люди, кажется, есть всегда, несмотря на эпидемию. Моя коллега Лала Гасанова составила компанию Андрею Воронову. Что связано с коронавирусной инфекцией, какие-то инструкции давались вам? Инструкции давались, да, но, если честно, люди, вот как, есть маски, нет масок. Значит, вы имеете право не пускать их сюда? Ну, понимаешь, что вот он сейчас заходит, ты же не понимаешь, болеет он или нет. На территории веренного вам объекта. Вы здесь работаете, ваши коллеги работают, девчонки в кассах работают. Из-за копейшной маски развергаете себя опасности. Чемодан, билеты и так называемый санитарный набор. Сегодня это неотъемлемая часть багажа любого путешественника. Но, к сожалению, последние многие горожане и гости города по-прежнему продолжают пренебрегать. Красноречивее всего об этом говорит проверка. Свой маршрут Андрей Воронов начал с вокзала, где обнаружились нарушения в области санитарной безопасности. Люди на территории вокзала позволяют себе многое. Ходить не только без перчаток, но и без масок. Благодаря внесенным изменениям в постановлении губернатора, не только у нас, а вообще у любых юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, появляется возможность, уже, скажем так, официально, да. Если мы раньше, скажем так, это было все на нашей ответственности, да, и получали, соответственно, жалобы, которые приходилось потом разбирать и дополнительную работу производить. То есть сегодня данное постановление, оно нам в помощь. Поэтому только за будем его исполнять. На охранном пункте активно использовать свои права, пока не спешат. С пассажирами проводят только беседы. Тем, кто пришел без маски, рекомендуют ее приобрести. Но внутри вокзала после входа маски моментально снимаются вовсе или оказываются опущенными вниз. Пассажиры без масок откровенничать не стали. Почему так безрассудно и грубо нарушают элементарные санитарные нормы, вопрос открытый. В качестве акции 2000 масок продадим сейчас. Но бумажные полотенца тоже можете нарезать, чтобы были. Вот лежит здесь. Скандально особо кто не хочет, предлагайте. Хорошо. Значит, если нет, у вас есть ОВД, у них есть право штрафа. Начинают скандалить. Бойцы у вас, мужчины, вам проще всего. Это не торговля. Я уже говорил, как бы, вы же с оружием не пускаете. То же самое. Сразу после Андрей Вуронов направился к воздушной гавани города. Здесь глава регионального штаба проверял охранников на знания эпидбезопасности и принимаемых мер. Какие-то дополнительные инструкции вам даны были? Конечно. Во-первых, предохраняться и пользоваться антисептиками. Самим? Да. Самим. И тем самым, когда заходят пассажиры, чтобы не было большого скопления в аэропорту людей, чтобы, во-первых, пассажиры тоже проходили, прежде чем они заходят в аэропорт, пользовались санитайлером и были в масках. Если без маски пытаются пройти? Если без маски пытаются пройти, мы направляем там на входе, стоит у нас терминал, в котором они могут приобрести соответствующий необходимый. Вы не пускаете? Нет. На территории аэропорта доступен специальный терминал, где пассажиры без средств индивидуальной защиты могут приобрести все необходимое. Отмечены зоны социального дистанцирования и имеются санитайзеры. По сути, мы делаем все, что необходимо. У нас есть рекомендации Росавиации, согласованные с Роспотребнадзором, по которым мы и действуем. Мы их пытаемся, не то что пытаемся, а исполняем. Транспортная отрасль пострадала от пандемии сильнее многих других. По данным Минтранса, пассажиропоток на всех видах транспорта в России упал от 70 до 90%. Хотя внутрироссийское сообщение, в отличие от международного, не приостанавливалось. Руководство Новоуренгойского аэропорта делает прогнозы уже и на этот месяц. Здесь уверены, авиапоездки сократятся на 30%. Аэропорт продолжает работать в своем режиме, строго следуя всем эпиднормам. Руководству Ямальской железной дороги в кратчайшие сроки предстоит провести большую работу и устранить нарушения. Это, будем говорить, головная боль самого учреждения. Если аэропорт подошел как надо, у них есть и рядом автомат, который у человека есть возможность приобрести тут же на маску, они его не отправят. То на вокзале, так как нет этого ларька, либо автомата, им придется делать одноразовый. В отличие от рапорта, это единицы, кто маски сдергивает. Ну, может быть, надеясь, что просто подышать на вокзале через одного. Но, в целом, пропускной режим организован на обоих организациях. Выводы по эффективности будем уже на штабе рассматривать. Региональный оперштаб, развернутый в городе, на этом проверку свою, конечно, не заканчивает. Устранение нарушений теперь на их контроле. Свой объезд в места массового скопления людей они повторят. Лала Гасанова, Феликс Расихин, Тератио, компания «Сигма» для НУР-24.